Все. Домой. Пора домой. Спасибо. Друзья, всем привет! Мы дома, мы дома, мы дома, мы дома в России. Ура! Долетели. В общем, приехали мы на месяц, приехали видать родителей, сделать какие-то домашние дела, дела на ферме. Ну, в общем, все так, как говорится, по-житейски. В общем, мы дома. Ура! Уже второй день. Вот. Ну, еще идет такая адаптация. В общем, ночью сна нет. Хочется спать днем. В общем, сегодня опять нужно себя перебороть. Вроде целый день чем-то занимаешься, что-то делаешь. Но все равно ночью ложишься спать. Хочется ужасно спать, но не можешь уснуть. В общем, пока у нас идет период адаптации. В общем, сейчас мы едем к моим родителям в гости. Мы еще их не видели. Так что берем вас с собой на небольшой семейные наши такие посиделки, встречи. Я знаю, многие на канале любят такие видео. Тем более у нас таких видео уже очень давно не было. Так что берем вас с собой. Ну, и, конечно же, видео из России, наши дела. У нас много планов. Не знаю, что получится, что сбудется. Но есть и по дому какие-то дела. И хочется какие-то встречи с близкими, с друзьями. Так что планов много. Вот. Так что вот так вот. Прилетели мы 20 июня. Юля. Юля. Да. Троем. Андрей, Андрей, Андрей и я. Анечка у нас уже была в России. Отдыхала в июне месяце. Приезжала на месяц. Поэтому она сейчас в Бокаратоне с нашим домашним зоопарком осталась. Так что все под присмотром. Не переживайте. Сема, Вася, Масик. В общем, все у нас под присмотром. У нас, ну, так, конечно, по саду, огороду потом будем с вами проходиться. Да? Потому что все равно какие-то домашние дела. Самолет летит. Редко, но летают. Такое небо. Будет, наверное, дождь. Вот. Я вчера вышла. Руки-то... Сил нет, но руки уже чешутся. Да, в общем, вымола вот эти вот туи внутри. Посмотрите. Только залезла. Еще не начинала работать. А уже вот такая вот огромная куча. В общем, работ много. Вроде так все смотрится более-менее у нас аккуратно, ухоженно. Ну, смотрится опять же. Ну, все разрослось. Вот вчера буквально вот здесь с Олей, Оля мне тоже помогала, залезли. Посмотрите. Просто так. Еще не начинали ничего делать. В общем, дел действительно очень много. Работы по саду, стрижка. Планируем дом покрасить. Не знаю, как у нас все будет получаться. Планов много. Все, друзья, ладно. Это все будет в другом видео. Сегодня поехали в гости к моим родителям. Ну, что, мы у родителей. У родителей обновки. Построили беседку. К тому же Андрей еще ни разу не готовил на этой плитке. Нет, я обкатываю. Обкатываю. Еще не до конца здесь все доделано. Нет мебели. Ну. Андрей ехал на траки по Америке и мечтал о плове. Да. Андрей говорит, ой, так хочется пловчика, так хочется пловчика. Плову почему-то захотелось. Ну, наверное, дальше. Тем более он приехал, а у нас уже готов. Наверное, дальше вот. То есть мы знали, что уже едем. И я уже думал, да, вот сейчас нужно шашлычков, пловчика сделать на природе. Ну, здесь как-то вот это все по-своему так интересно. Ну, потому что такой вкус ты можешь, ну, вот именно. Лучок, морковка, говядинка, перчики. Все. А Оля перебирает сейчас рис. Рис. Все специально. А это что вареное? Это мама больше готовила. Видишь, что же больше сварила? Больше варила. Смотри, какой классный. Вкусный. Понюхайте. Вау. А вот этого добавим? Варща не ела. А это острый. Добавим к 1-го-то. Давай. Куда? Плов. Плов, да, давайте. А у тебя вот этот же острый. Это не тот. Это не такой острый. Ну, это уже в конце. Нет, сейчас. Сейчас. Это один вот такой, маленький, я сейчас возьму. Вот такой вот. Все, ребята. Кто съест, того и счастье. У нас должен был быть плов. Кому повезет. Все, ребята. Ну, плов получается 1,5 килограмма риса, 2 килограмма говядины. Вообще надо делать поровно. Нет. Нет. У них своя свадьба, а я сам бы работал. Чем больше мяса, тем лучше. Килограмм морковки где-то примерно. Так у тебя больше риса, а не мясо получается. Нет. Мясо больше. Ты говоришь, полтора килограмма мяса и 2 килограмма риса. Нет. Нет. Полтора килограмма риса, 2 килограмма мяса, я скажу. Два? Да. Да. А вот и он. Рис. Вот он рис. Покажи. Посмотри, какой рис. Офигенный. Сейчас будем мыть, замачивать его. Камни были, нет? Не было? Ты все передано нашел? Я, я, только камушка нашел. Ты убираю. Такой специальный рис. А в чем он ставит? Замачиваем его. А, в чем? В чем? В чем. Не в чем, он натуральный. Моем и все. Это вот как раз тот самый рис, когда говорят, нужно мыть в 7 водах. Ой, родители, везде цветочки, цветочки. Что значит у дома есть хозяева? Хотел сказать, что это у вас тут за... Это хмель, которую выбросил Андрей с этого. С пива, да? Да. Я думала, что за животное у вас тут? Нет, мы... Вы уже ходили в баньку? Мы напарились, пацанов напарились. Угу, ладно. Там поставил я стремяночку, вишенки можно пособирать. Хорошо. Вот там, если есть желание, можно пойти. Она устойчиво стоит. Ну, уже жималость отошла, да, папа? Вы малость не успели, ребят. Ну, правильно. Кто не успел, тот опоздал. Подымайся и вишенки рви. У нас тоже там вишни есть дома. Да, такая большая, черная. У мамули все в цветах. Петуньи. Мама сказала, на следующий год будет только бегонии сажать. Смотрите, какие красивые бегонии. Просто как розы. Красота какая. Какая красивая композиция. Ну, и места мало. Горшочки маленькие, очень быстро цветают. Для удобрять надо постоянно. Красиво. Какой уголочек здесь. А, что значит, что дома есть хозяева, да? Тоже все так разрастается. Боже мой, я уже смотрю. Тоже все маленькие такие были. Туйки. 50-80 метр. Эти вот тоже так уже начали вширь расходиться. Экскурсия у нас с вами. Так, посмотрим, что здесь. Дерен вырос. Видите, как все. Задумка была правильная. С этой стороны туя квадратом выстрижена. Это, по-моему, туя у нас что? Это брабант, наверное. И с этой стороны. Красота. Очень красиво, уютно. Водители всегда хорошо. Всегда хорошо. Камушки белые выложены. Ну, все это большой труд. Все само по себе не ухаживается. Сейчас уже совсем нужно смотреть. Красота. Тоже сосна немножко застряла в росте. Кустик подстричь надо. Красота. Бегонии, посмотри, такие шикарные. Шикарные. Здесь розы. Ой, а пахнут. Пахнут розами. Здесь мама поставила качалочку. Правда, подушки убрала. Красота. Вылетело из головы название. Ну, узнали. Герань. Здесь герань. Очень люблю герань. Здесь мама брала цветы. Наверное, чтобы ветер их. Тоже герань. Пожелтело, наверное, от дождей. Ну, какая красотка здесь. Бегония. Понятно. Ну, как печка работает? Все хорошо, Андрей? Нормально сделали? Собрали все? Я думаю, вот результат, когда будет. Тогда и будем говорить, да? Надо было сразу такую делать, чтобы можно было и кашу ставить, супы и щи. И где? А где? Вот такая она и есть. Ты что? Ну, здрасте. Там кольца. Подожди, а пиццу? Пиццу? Ну, вот, допустим, печка такая, когда дровяная. Другую. Посмотри, горитва. Видишь? Женка. Ну, да, никакого дыма, ничего нет. Все. Здесь внутри специальные кирпичи, шамотная глина, сделанная по уму. Юра рассказывал, что я его знакомый. Дал чертежи, и мы послойно делали, собирали с Олегом. У вас прям это восточный стиль получился. Восточная плитка, да. А это мы просто плитку другую не могли хорошую найти. С Олегом просто выбирали плитку. Да, да, да. Аля говорит, лучше не найдем. Ну, ладно. Не, ну, она смотрится хорошо, в тему. Вот здесь же плов готовим, значит, восточная. Значит, тема есть такая. Да, здесь такая тоже плитка по дереву. Еще доделывать надо. Мебель. Мебель нужна. Чтобы плов получился, то как же без этого. Соседи тут строятся, родители. Хотели маленькую беседочку. Ну, да, у вас тут прям этот, ну, хорошо. Можно тут прям этой празднике гулять. Так я о чем и говорю, не ночи деды в доме. Все, лето будет. Надо эти фонарики, лампочки повесить такое, создать. Ну, люстра есть уже. Ну, люстра есть уже. Люстра, люстра, а еще такие лампочки повесить, чтобы какие цветочки здесь. Глобничка. Ну, пап, я же с телефоном не полезу. Конечно, красивый мог бы быть получиться кадр. Как я лечу с этой стремянки. Ну, все, вернемся, когда будет готов плов. Как идет процесс? Ну, вот уже минут 30-40 и процесс идет. А так немножко, слышишь, получается, не видно процесса. Здесь уже все, все специи заброшены, соль уже положена. Все варится, тонется. Ну, что ж такое, никак не это. Не подступлюсь, смотри, как все. Вот здесь еще более-менее. Ну, красотища-то какая. Сушит, кипит, а вкусно. Такие краски. Краски. Это вот все. Вот это вот берешь прям так. И что делаешь? И пробуешь. Вот это зависит вкус плова. Вот он. Вкус плова тоже. Вот. Берешь его туда. Вкусно. Попробуй. Давай. Давай. Попробуй. Попробуй. Соленое такое. Какое-какое? Сладко-соленое. Соленое мы. Так, у нас все уже накрыто к борщику. Включили борщ подогревать? Нет. У нас домашняя суета. Так, борщ, тарелки. Как его там? Суетологи. Мы суетологи. Кому что? Где? Чего? Давайте, несите. Хлеб, чеснок, перец, хреновуха. Рис. Рис. Рис забрасывай. Слышишь? Скальпель. Скальпель. Нажим. Все, теперь остатки риса сюда. Помытый. Еще раз говорю, полтора килограмма. Вот так его раз-раз сюда весь. Молодец. Молодец. Руки-то помнят? Помнят руки. Все. Выложили. Юра. Да Юра слышит. Я ж не вертожу. Юра, Юра. Не кипели, осталось только вот так вот. Главное сокровище идет. Юра. Осталось только вот так вот. Раз-раз его разложить. Все. Ага. Нас по сторонам раскидаем сейчас. На таком режиме кипения останется. Палки торчат из-под чеснока. Ой, как красиво. Да, все. Воды уже больше не надо, чувствую. Слушай, ну классная такая печка. Я прям так смотрю. Знаешь, все-таки вот на улице, когда готовишь, так уютно. Знаешь, когда вот именно вода есть, знаешь, вот все сразу. Все-таки такой беседка тоже нужен. Ладно, сделаем потом. А баня? И баня сделаем. Да, все надо. Так, так, нет, на самом деле еще так всего много хочется и надо. Так всего и надо много. Да, а не знаю, успеем ли? Успеем, что ты? Бассейн. Бассейн. Еще за 250 лет успеем. Домик на берегу океана, дачку на берегу океана надо. За 250 лет еще можно успеет. Андрей будет 300 лет, сказал жить. 500 уже. Так, вон спортсменки идут, комсомолки. О, да, немножко накрыть. Все. Отлично. Все. Теперь готово. Ну. Теперь засекаем сейчас. Вашу уроку дам. И уроку вам первый дам. Сначала так. Потом вот так. Оп. Потом вот так. И вот так. Трон, Неливанна, трон вам. Трон. Нет, вперед, к столу. Еще чуть-чуть. О, а теперь вам нужно садиться. О, молодец. Ну, все. Красотулька. Ну, а что, вы еще подведитесь. Неливанна. Красотулька? Да. Так, а я при помощи не отдала. Молодец. Ну, а просто пипец. Красотулька. Красотулька. Ждала сыночка, да, Неливанна? Ждала. 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 Невесту ждала, Андрюшку всех дала. Всех ждала, Андрюшку маленького. Больше всех. Так что ты это здесь особо не это. А что ты? Ты уже все. Ты уже все. Книзу пойдешь, да? Что ты? Не дождешься. Книзу пойдешь. Андрюша маленький, как кино. И тот же миг прекрасного создания, включив форсаж, умчался на свидание. Ну да, нету, все, Андрюши нету. С другом. Все. Пока еще с другом. Пока еще с другом. Пока еще с другом ушел. Сейчас вернется с невестой. Надо сделать огурчики, да? Ягурцы. Да. Тем более сейчас их полно. Да, надо сделать сейчас, хотя бы покушать. Так, ну я минут на 40. Что, мамуль, урожай собираешь? Ну да. Что, мамуль, урожай, 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 урожай. Нефиг. И оно как бы пусто будет. Я знаю тебе, все, что под рукой, все нам не будет. Ну что, да, Андрей, все, как говорится, это как батюшка пришел, просто осветил вам тут плиту. Как готово? Мне половинку. Вот, там внизу фасоли, а Андрею, по-моему, фасоли не достало. Вот, как это с фасолькой. У меня осталось фасоли. Все. Похоже, это на заговор. Чуть-чуть еще, это, все, все, хватит. Сейчас я тебе положу. Заговор. Где, Алёша? Тещин, заговор. Ничего. Слышь, мамуль, Андрей, значит, первый день, это поехал в Глобус, приезжает, значит, с магазина, приносит. Ну, там какой-то вкусняшек купил, значит, такая банка икры красной, полкило. А рядом такая коробочка пластиковая, и просто на дне лежат мидии. Знаешь, вот просто это выглядело, как из этого фильма, икра заморская, баклажаны. Я говорю, Андрей, это как, говорю, выглядело, когда ты, говорю, подходил? Мне банку икры, и на дне, пожалуйста, чуть-чуть, грамм 100-150 мидий. Я так смеялась вообще. Ага, так, главное, вот просто такая коробка, и на дне прям несколько штучек лежит. Я говорю, я взял попробовать. Ну, выглядит это прям, говорю, как будто это самый лучший деликатес. Валенькие принеси. Фредиту. Так, ну что тут, процесс идет? О, все, наша. Собственная. Собственная. Джумагон. Видите, Андрей как назвал? Джумагон. Двойная дистилляция. Необыкновенный вкус. Все свое. Ручное. Все. С дозавтра. Пошло дело. Не до чего дошло, с дозавтра. Ну, понятно. Ох. Как все. Как Любовь. По-домашнему, по-русски. В общем, мы дома, да, вот тут на самом деле. Ну, так же, как бы и теноку было дома лучше. Ну, знаешь, как бы, хочется еще чего-то, еще чего-то хочется дополнительно, а дома этого не хватает. Да. Всегда мы едем за тем, что нам не хватает. То ли приключений не хватает. Ну и что? На одно место. Поездим, поездим. И понимаем, что это страшно. Все, давайте. Думаю, мы так подумаем. Здоровье. Все здоровье. Здоровье. Все так. Приключений нам не хватает. Вот. Давайте, наливанно. Маленький. И давай. Опа. Маленький. Выше дедушки ростом уже. Ага. Вкуснятина. Осталось пока еще меня. На ваше здоровье. Я его купила, в 44-й поменяла в 45-й. Что-нибудь распробовал? Я его пробовал. Маломерки, мам. В Америке бы 45-й был в 45-м. Черноплодные рябины. А, это же, кстати, самогон с добавлением черноплодной рябины при перегоне. Да. В свой перегон добавлены были ягодки черноплодной рябины. Оно такое, знаешь, еле-еле улавливает. Да, 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 да. Знаешь, не притом. Тонкий. Никакой, тонкий вообще. Но ты чувствуешь, что он там присутствует. Угу. Это все прикольная вещь. Слушайте, а может соли всем хватает? А? Ну, может, чуть-чуть можно, да, мам. Так, пошло дело. Следующий. Следующий сказал. Заведующий. Заведующий. Главный. Моя, да, а мне, Андрей. А, тебе я. Не мешай, Ирис, пожалуйста, Андрей, потому что ты его мнешь. Не мну я его. Он такой есть. Ну, мне это слишком, наверное, много будет. Нормально. Это Рубе, и она, как сказал, что ей немножко. Большую ложку положи, маме. Большую ложку для тещи. Для любимой тещи, да? С большим куском мяса. Ты что, такой большой, давай? И порежет. Поверет. Да, Андрюхи. Ну, Андрюхи. Андрюхи нужно вот так. Немного не надо. Ну да, чтобы даже мясо еще. Мясо ему побольше. Ну что, Андрюх, как плов? Нормально. Посмотри на меня. Он. Сидят красавчики. Ну-ка, дайте я вас сфоткаю. Смотри, как хорошо вы. Нет, все. А, Андрей. Вот и день прошел. Так классно посидели, вкусно поели, пообщались. Друзья, у меня вот вопрос. Здесь две яблони. И родители вызывали, ну, получается, осенью им делали обрезку специалисты за деньги. И яблони не распустились. То есть вот эти яблони, которые уже достаточно взрослые, давали хорошие яблоки, урожаи. Вот кто скажет, что случилось, что надо было сделать, чтобы деревья умерли. То есть это одно дерево, второе. И у соседей 10 яблонь, там у других рядышком. После обрезки этих специалистов, все 10 яблонь, я сейчас посмотрела видео, все вот точно в таком же состоянии. Ну, может быть, где-то распустилось там чуть-чуть листва, вот как вот на этой яблони. В принципе, видно же еще. Вот эти яблони, ну, даже прошлые видео все посмотреть. Они все были зеленые, все были в яблоках. Вот что? Я просто не очень понимаю. Я не понимаю, что надо сделать. Я говорю, вот раньше там что-нибудь, ветку отрубишь, оттуда еще больше ветка растет. А тут вот, ну, скажите, кто знает. Просто для нас, честно, загадка осталась. Вот, все, друзья. В общем, родители хотят до весны подождать. Если все-таки они не оживут, то будут убирать эти две взрослые яблони. Точно больше пяти лет уже росли. Так вот нанимать специалистов пришли, за деньги обрезали. И больше нет яблони. Ладно. Все, поехали? Да. Что я не забыла? Нет? А, это Оль. Все, всем пока-пока. Пока. Аленка, за руем. Хорошо. Попали?